Кинолента о подвиге героев «Крут» в нынешнем году выйдет на большие экраны. Команда проекта на этой неделе представила тизер исторического экшена «Круты» 1918. О значении картины и работе над ней расспросим наших гостей. Это режиссер Алексей Шапарев и исполнительница главной роли Надежда Каверская. Здравствуйте. Добрый день. Я так понимаю, что фильм сейчас на этапе постпродакшена. Как думаете, насколько удалось приблизить этот фильм к реальным историческим событиям? Это, наверное, к вам вопрос. Наверное, правильнее будет сказать. Нам было так же холодно, тяжело и страшно работать в этот период, потому что и зима, и сроки, и все обстоятельства, мы вот вечували... Что называется на себе. Насколько долго работали над картиной? Я лично в этой картине два с половиной года. Костя, сценарист, гораздо раньше начал писать этот сценарий, но когда он ко мне обратился, как раз вот это было два с половиной года назад, он говорит, давай начнем разрабатывать эту идею, ты же, говорит, гвардию снял, а история, говорит, схожая. И мы потихонечку-потихонечку с ним довели этот сценарий до какого-то второго внятного драфта, и уже когда стало очевидно и понятно, что мы будем снимать, то начали уже работу с оператором, адаптировать под съемки, в общем-то говоря, сценарий. Алексей, а почему вот именно исторические фильмы? И почему вот на этом сценарии остановились? Почему он зацепил? Всегда интересно снимать исторические картины, а тем более тут такой материал, который, ну, он не просто важен, а я как-то так его сильно близко через себя пропускал все время, и даже мне мама позвонила, говорит, сынок, по-моему, ты слишком загоняешься, это же просто фильм. Ну, то есть для меня это как-то очень-очень сильно важная тема была. Я не знаю, почему я не могу словами... Я не знаю, но просился сам, потому что событие-то произошло сто лет назад, а наш кинематограф, он только, по сути, возрождается. Даже не возрождается, возрождается, наверное, независимость, а кинематограф, он только-только появляется. А исторически каждая страна, она должна сначала отснять свою историю, свои там классические произведения, которые писали писатели, поэты, биографии писателей, известных людей, и, конечно же, яркие исторические события. А какой вот урок истории должны вынести? Вот если сравнить те события, которые были сто лет назад, и события, которые были в 2014 году, и сейчас продолжаются, безразличие, все равно осталось, все равно вера в какого-то доброго царя откуда-то появившегося, то есть все равно большинство людей, к сожалению, еще не понимают, что начни с себя, не жди там помощи, благодати откуда-то, а возьми сам и начинай строить свое будущее, там выровняй забор, покрась стены, там, ну, посадись на дерево, я банальше сейчас говорю, там, может быть, конечно, но что нужно с себя начинать. А как раз в большей степени для меня этот фильм о том, что этим ребятам было не безразлично, вот не о безразличии, не о унынии это кино. Я старался героев сделать такими, чтобы они, ну, жизнеутверждающие были, чтобы они любили жизнь, потому что через негатив легко влиять на людей. Ну, вы же понимаете, как вот работает пропаганда. Ты 28 раз кому-то скажи, что это очень плохой человек, и этот кто-то кому-то это будешь говорить, он, конечно же, поверит и будет свято в это верить. А если через любовь, через сердце, через, ну, открытость, вот так вот нужно делать, тогда в этом больше силы будет, в этом будет больше веры. И поэтому вот и герои фильма, они как раз с верой, с любовью все это делают. А вот расскажите о своей героине, да? Ну, у нас много персонажей в фильме исторических, которые были на самом деле. Это такие, как Грушевский, Петлюра, несколько ребят, действительно, которые боролись под крутыми, потому что не все, потому что до сих пор неизвестна точно дата. Говорят, что их было 30, а кто-то какой-то другой историк говорит, их было 28. Сколько именно погибло тогда? Не погибло, а было расстреляно ребят. И поэтому много просто сборных таких образов. То есть если это студент, то он может быть и таким, и таким. У него могло быть имя и такое, и такое, но в фильме его зовут, например, Валерик. И моя героиня, она точно так же сборный образ, но сборный образ просто молодых, всех девушек, которые очень верили в свою страну, которые головой были не в 19 веке еще, там сидели дома, вышивали, и считали, что нужно сидеть, пока придет тебя замуж, возьмет какой-то мальчик красивый, там с хорошей семьи, и дальше сидеть всю жизнь воспитывать детей. Она ходила в университет, она училась, она точно так же ярко, как ребята боролись там на фронте, можно сказать, воевали, она точно так боролась в Киеве, но боролась не дралась и не стреляла, она боролась со своей мамой, которая считала, что нужно жить не так, что не нужны никакие изменения, что лучше тихонько отсидеться, а там как-то оно само будет. Ты, по сути, боролась с безразличием, вот о котором сказал Алексей. А как думаете, кто ваш зритель, кто придет посмотреть фильм в первую очередь? Это не фильм для реконструкторов, это не фильм для каких-то там историков, это не для них кино. Это кино как раз для молодого поколения, чтобы вот... Сейчас может быть глупость, конечно, скажу, когда был маленький, там, мушкетеры появились, да, вот все стали д'Артаньянами. Вот мне бы очень сильно хотелось, чтобы эти герои, которых удалось воссоздать на экране, чтобы они стали авторитетами для вот нового поколения, потому что ничем не отличаются студенты того времени и студенты наши, потому что все очень продвинутые, все хотят изменений, все, ну, многое количество молодых людей. Увидят ли фильм иностранные зрители? Да, 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 да. Я могу сказать, что точно увидят итальянские зрители этот фильм, потому что у нас, Мадим уже из копродюсеров, это итальянская компания. Я с 99% наверное скажу, что канадский зритель увидит этот фильм обязательно, потому что уже есть договоренности, дай бог, чтобы закончить. И я надеюсь, что в Нью-Йорке, в Лос-Анджелесе тоже наши люди, живущие там, тоже увидят эту картину. Испанцы, канадцы, американцы, увидев этот фильм, что они об Украине узнают или увидят? Конечно, и поляки. Да, что увидят, что узнают об Украине из вашего фильма. Вы понимаете, тут какая штука? Это же история борьбы за независимость. И каждая страна проходила этот путь. И я думаю, что много моментов, вещей, они будут, ситуации схожими. Конечно, да. Может быть, там герои как-то по-другому звали, может быть, там не в это время, не так он был одет, но мысль такая, что когда ты борешься и выбираешь между хлебом и свободой, если ты выбираешь хлеб, то у тебя не будет слова. известнейшего человека, которого они все любят. Когда ты выбираешь хлеб, то в итоге у тебя нет ни хлеба, ни свободы. Но если ты выбираешь свободу, то у тебя будет и хлеб, и свобода, и надежда, и возможность строить новую жизнь. Степан Бандера это сказал. Даже если сейчас очень тяжело. Это как раз та ситуация, в которой мы, я считаю, как представители молодого поколения, в которой мы сейчас живем. что сейчас здесь очень трудно, и может намного легче было бы поехать куда-то и учиться, и найти работу со знанием языка и так далее всего. Но то осознание, что ты живешь в стране, в своей, и ты в нее веришь, и даже если сейчас очень-очень трудно, то через 10 лет, через 20 лет, ты, а может уже потом, твои дети, но вы будете очень этим гордиться. Ребята, спасибо вам за оптимизм. Режиссер фильма «Круты» 1918, Алексей Шапарев, и исполнительница главной роли Надежда Коверская, гости нашей студии сегодня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова